Хорошо, что выиграли, потому что очень важный матч, очень важные три очка. Играли дома перед перерывом небольшим. Так что очень рады, что выиграли, выполнили установку. Ну и самое главное, еще раз говорю, три очка взяли. За конкурентами следите, как сейчас конкуренты выступают. Ну конечно, заходим, смотрим всю статистику, все кто играет. И мы понимаем, что нам как раз нужна была победа, чтобы попасть в зону плавов. Сейчас каждая игра очень важна. И еще раз говорю, хорошо, что взяли именно три очка. Что сегодня ключевым было в игре, на твой взгляд? Я думаю, большинство, потому что очень было много удалений. Вот мы две забили. Молочек и Зак, ну хорошо разыграли. И Андрюха Ермаков, вообще красавец, хороший гол забил. Так что хорошо, именно два в большинстве забили. И выстрелили в меньшинстве еще, пацаны Молочек. Не хватает одного очка до повторения рекорда по набранным очкам. Знаешь про этот факт? И может сегодня давил где-то на тебя? Да нет, ничего не давит. Я об этом стараюсь вообще даже не думать. Самое главное, что победили. Ну, конечно, хочется помогать команде. И были моменты. И в первом периоде два, и во втором, и в третьем. Так что надо добавлять. Как, кстати, не попал, там по шайбе был во втором периоде момент, когда уже с пятака. Глаза закрыл? Не-не, перескочила шайба. Перескочил, и высокий пас. Слез-то тяжел могло попасть. А ну вообще, знаешь, вот факт, что если еще там два очка, и уже на рекорд выйдешь по своим очкам, набранным за сезон? Ну, конечно, ты же, например, сейчас просил, что-то. Не, наверное, ты знаешь этот? Ну, конечно, конечно, да. Четкий момент. Ты после игры всегда со Снеговиком запускаешь волну. Расскажи, как подружился со Снеговиком? Ну, как к этому ритуалу? Ну, я к этому отношусь с позитивом, потому что болельщики этого заслуживают. И прикольно, когда выигрываешь матч, болельщики этого ждут. И я всегда, и раньше вышел в Лигу Страйвили, шел. Ну, так получилось, что я со Снеговиком остался, и сейчас мы с ним друзья вам рассказали. Ну, и специальный вопрос от нового корреспондента Сибирь-ТВ Андрея Ермакова. Газета «Сибирские защитники». Не подскажете, пожалуйста, а как правильно ложиться под шайбой? Мы просто не умеем? Не умеете, защитники? Вы только умеете отдавать передачи. Ну, как сказать, ногами вперед. Получил сегодня удовольствие? От чего? Когда лег под шайбу? Я вынужден, но лег под шайбу. Так получилось, что проиграли в браслево, но мне оставалось только лечь. Можно сказать, что по эмоциям это можно сравнить с заброшенной шайбой? Я думаю, да. По удовольствию у Андрюха такая. Команда завелась вообще жестко. Вот посмотрите, у него нога вообще распухла жестко. Распухла нога. Какая-то левая прям утерала. Ты смеешься, а мне больно сейчас в этот момент. Я не могу стоять. Я стою на левой ноге. Сейчас.